Моя жизненная миссия, которую я установил около 40 с чем-то лет назад, 45 лет назад было изменить практику управления и управленческого образования. Мне успешно удалось разработать методологию, которая протестирована на практике и дает уникальные результаты. Программа Одизиса про то, как управлять изменениями без деструктивных конфликтов, потому что там, где есть изменения, обязательно будет конфликт. Конфликт неизбежен, он необходим, если вы хотите управлять изменениями. Но люди боятся изменений, потому что боятся конфликтов, которые могут быть деструктивными. И методология Одизиса именно о том, как перевести, неизбежать, как перевести конфликт из деструктивного в конструктивный. Перед лекцией, смотря на аудиторию, я уже знаю, что они пришли за тем, чтобы чему-то научиться, и я чувствую потребность, необходимость поделиться максимальным количеством своих знаний. На моих лекциях я чувствую энергию аудитории, я не могу объяснить это. Даже когда я поворачиваюсь спиной, я могу сказать, что кому-то слева в середине зала не нравится то, что я говорю, или кто-то восхищен тем, что я говорю, я могу чувствовать энергию зала. Вот почему я могу адаптировать свою лекцию соответственно тому, что хочет слышать аудитория. После лекции очень часто, как правило, руководители компании подходят и говорят, «Вы очень хорошо знаете мою компанию, как это возможно? Кто вам рассказал о моей компании?» Потом они просто заказывают наши услуги по внедрению методологии Одизиса в своих компаниях, и тогда мы садимся вместе и пытаемся определить их специфические потребности, поскольку в Одизисе у нас есть четыре цели. Хотят ли они только решить свои проблемы, или также построить команду, что есть изменением культуры, или также обогатить управленческий стиль, чтобы люди работали лучше друг с другом, или управленческий тренинг. Каких целей они хотят достичь, такую программу под заказ мы можем создать. То, что мы делаем для компании, есть организационная терапия. Это не решение проблем клиента, но предоставление клиенту инструментов для решения собственных проблем. И мы гордимся каждым клиентом, которого мы потеряли. Потому что представьте себе психотерапевта, который говорит о клиенте, у него была болезнь последние 30 лет, и он будет нуждаться во мне еще 30 лет. Очевидно, это никудышный терапевт. Хороший терапевт приведет пациента в такое состояние, когда он сам сможет справляться с собственными проблемами, и значит он здоров. И когда лечение закончилось, мы говорим ему, оно закончилось. Организации, которые успешно внедрили методологию, не боятся смотреть проблемам в лицо. Потому что они осознали, что проблемы – это также и возможности, и решая их, они становятся сильнее, лучше, и опережают конкурентов, которые продолжают бороться с проблемами, они ищут возможностей.